всем привет говорят мне что я в эфире у нас с вами очередная встреча на тему разработка программ обеспечения на python сегодня у нас тоже двойная тема немножко про гид немножко про патч немножко про питончик больше про питончик на сегодня ежели здесь присутствующих или на канальчике присутствующих есть кто-то кто отмечает гендерные праздники того я всей души поздравляю с международным днем солидарности трудящихся женщин имени клави циткин и розы люксембург вот но лекцию нас будет не про это вот значит давайте бегом немножко потыкаем в гид патч вот я тут ссылаюсь на стать стать довольно давнюю десятилетнюю статью на хабре про мержи вот пересказывайте не буду важны в этой статье какие бывают стратегии мержи ох елки-палки забыл надеть мультфончик при слиянии потому что потому что они бывают разные потому что бывает что ваши изменения настолько друг с другом перед тесно переплетены и тем не менее их можно с помощью некоторой логики некоторые логики применить без конфликта вот и для этого используются разнообразные стратегии вот значит всех отсылаю к этой статье в планах у меня было про нее рассказать поподробнее но я грешным делом последние два дня занимался совершенно другим а именно второй частью нашей лекции вот поэтому видимо в этом году у нас будет на эту тему разговора покороче а вот на эту тему разговор по 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 длине и так и так конечно вот бывает что есть четкая инструкция бывает что все более менее на месте решается это же дело с одной стороны опыта а с другой стороны опыта вашего лида который возможный и породит такую четкую инструкцию так что по всякому бывает конечно значит про гитресет мы с вами уже на лекциях говорили много раз это если вы помните откат истории репозитория гитресет а гитресет минус минус hard еще откатывает и содержимое рабочей копии до того состояния которое было ну которое соответствовало тому месту на который вы решите если так не сделать и я по моему показывал после ресета если не сказать минус минус hard после ресета у вас как будто вы все эти изменения проделали но не за комит или то есть репозитория откатился назад а все ваша рабочая копия представляет собой уже измененный вариант вот давайте поизучаем парочку интересных интересных дополнений к гиту вот одно значит оба этих дополнения это как интерактивно добавлять много изменений если вы сделали много изменений хотите из них сделать много комитов а вы их уже сделали все да вот давайте попробуем сейчас попробуем сейчас куда-нибудь в какой-нибудь репозиторий что-нибудь такое на комитить то вот значит предположительно я сейчас сделаю три изменения два в одном файле и два в другом вот и одно в другом вот поэтому давайте так ну удалим тут парочку парочку строчек вот а здесь сделаем парочку изменений вот вот значит проделаны нами изменения раз изменения первый чанк на файле call 22 изменения второй чанк на файле call 2 удаление строчки три изменения первый чанк на файле pstxt удаление там пяти строк вот давайте теперь посмотрим собственно утилиту гид комит минус минус патч или минус п кто придумал раскрашивать синим цветом тому плюс в карму синий по черному выглядит прекрасно я не уверен что вы способны это прочитать я нет но в общем что нам предлагает гид комит минус минус патч он показывает нам по одному чанку и говорит это будет входить в ваш комит или не будет ну например я ему говорю ес будет и он вас ты ждет а это будет вовходить ваш комит я ему говорю но и она не вводит в комит а здесь опять есть результат мы из двух изменений которые мы сделали на файле call 2 применили только одно одно не применили у нас получится комит с одним изменением в одном файле одним изменим в другом вот если мы сейчас скажем гид статус мы увидим что еще одно изменение осталось вот оно что это но это он и есть это и есть тот самый чанк вот соответственно таким образом если вы что-то такое на комите на направили в своем репозитории много вы можете с помощью гид комит минус минус патч выбрать какие из изменений вы в ваш в текущий комит засунете а какие нет ну вот оставшиеся изменения можно просто смело засовывать в следующий комит это не между в том смысле что вам не надо ничего сравнивать вам нужно только выбирать как разбить одну большую пачку изменений которые вы проделали на текущем на текущей рабочей копии вашего репозитория в несколько комит да то есть нет это имеет мало общего смешту сокращение тут говорят а самое сложное в разбиении изменений на комиты когда неделю понемногу кодил а теперь надо заново разбирать какие изменения решают какую задачу какие попутные исправления багов это несколько опрометчивая я бы сказал стратегия разработки когда в течение недели ты кодишь и ни разу не комитишь я боялся так делать другое дело что иногда бывает так что он ты неделю кодишь и у тебя и даже делаешь комиты но это все комиты деструктивные у тебя никак не работает там надо много-много написать и тогда конечно непонятно как с этой задачей справляться но слава богу задача довольно редкая вот при разработке когда ты комитишь 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 она все еще не работает бывает редко вот значит в результате в результате мы имеем в результате применения гид ад минус п мы имеем мы разбиваем ту часть изменений которую мы проделали над рабочей копии на несколько комитов кстати сказать мы вполне могли вот это вот присетить сказать ему get reset и или get ну короче говоря проигнорируйте это изменение или сказать мы get check out вот этот самый call 2 и второе из первое изменение закомитить а второе нет так тоже можно да ну как обычно да не не проделанное изменение можно взять и да не и 30 get clean конечно сказать get clean и ну вот есть еще более развесистый инструмент написаны кажется на перле судя потому что он по сути если верить лекциям входит в это дополнение get у вот если ведь если верить плану прошлогодней лекции он входит в пакет первых гид вот прохожих да давайте посмотрим значит давайте мы тогда сделаем как обычно присетим его вот сюда и попробуем этот самый гид комит минус минус интерактив никогда им в жизни не пользовался но раз я упомянул в лекции а не стоит давайте поставим интересно почему не стоит действительно не строго нет это он говорит обновить нет не очень понимаю от чего так но а гид ада минус интерактив а не гид комит минус интерактив давайте кому это поправим вот я точно помню что какая-то какая-то западня была с этим в прошлом году давайте мы поправим мне давайте для начала убедимся что гид от минус минус интерактив а я сказал минус минус hard вот я тупенький хорошо воспользуемся таблеткой которую мы уже в прошлый раз или в позапрошлый представляли я тут случайно убил историю сказал вместо гид reset сказал гид reset минус минус hard и прибил рабочую копию тоже но у нас гид рефлоги как видите есть вот эта самая несуществующая нынче ветка который я прибил гид ресетом и сейчас мы сделаем гид чекаут чекаут вот этот вот комит чё чё вот да значит вот этот последний комит который был на вершине нашей ветки перед тем как я сделал гид reset минус минус card я сейчас его за чекаут интересная ситуация полезно об этом знать смотрите я за чекаутил комит который вообще говоря не принадлежит никакой ветки но только что я его удалил соответственно я сейчас начинами нахожусь так называемый детачат стоит до дачат хэд стоит да что это значит это значит что вершина разработки последний комит который я применил не принадлежит ни одной ветки вообще вот почему ну потому что комит применился а какой его ветки надо было применять я вот здесь не указал надо было здесь сказать минус минус брать какой-нибудь но я не сказал вот и он говорит давайте значит вы либо скажите какой это бранч давать либо отмените вот этот ваш чекаут потому что он ни к чему ну я выполнил рекомендацию скажу что новый бранч будет называться new вот вот мы восстановили то что мы делали в прошлый раз давайте еще раз паре с этим сюда но на этот раз не скажем не скажем не скажем минус минус hard вот моя идея восстановить состояние вот видите в том виде в котором она была после изменения рабочей копии но декану до комит теперь значит гид от минус минус интерактив опять значит приношу свои извинения за синенькая вот видимо люди которые это все раскрашивали по жизни считали что все терминалы белые а буквы в них черные довольно забавно читать надписи татус от дэйт и верт и все остальное но ну да что поделаешь я могу попробовать их пиво так сделать хуже а если вот так сейчас секунду теней был реверс видео а вот о какая мерзость но хотя бы видно буквы ну вот теперь значит вы запомнили эти буквы это выключат у меня глазки вытекают у вас я думаю тоже на мат а значит что такое гид гид от минус минус интерактив значит гид от минус минус интерактив это это примерно то же самое что мы с вами делали с помощью гид комит минус п но на уровне отдых то есть нам сейчас предлагается некоторая развесистая менюшка написаны на перле которая говорит значит что там патч добавить патч допустим один да и он вот теперь он спросит хотите его добавлять или нет допустим да а этот хотите допустим нет да добавить патч допустим 2 вот и дальше кажется ну можно див посмотреть а нет не нужно див смотреть статус у нас какой до статус такой эти как это записать то теперь апдейт ну давайте посмотрим нет нет говорит куриц и чё вот значит вон я этой штукой повторяю пользоваться не умею настолько что я даже неправильно назвал в лекции вот но она какая то более более интерактивной более развесистая если вдруг вам она понравится больше чем гид комит минус п но как видите финишировал мы мы финишировали мы вы ровно в то же самое у нас есть стэчит ну как бы как исправление которые у нас войдут в комит исправление которые не войдут в комит ровно по той же схеме которая в пошла бы это было в прошлый раз вот это что касается гид от гид от минус минус интерактив вот значит мы с вами делаем некоторый подход к совместной разработки о которой все-таки придется поговорить не в этот раз а в следующий вот ну так лекции разложились но пока что тем не менее имеет имеет смысл имеет смысл поговорить о том что это вообще за вот такой формат который нам постоянно гид показывает надо вам сказать что о взаимодействие разработчиков одному и того же программу нескольких разработчиков одному и того же программного продукта сейчас сейчас мы что-нибудь сделаем с этим например ресет вот значит надо вам сказать что взаимодействие разработчиков нескольких разработчиков одного и того же программного продукта при помощи пересылки друг другу исправлений патчей это довольно древняя традиция то есть она намного древнее чем система контроля версии и тем более чем система контроля версии гид вот утилити патч какой-то немыслимые и утилити дифф вернее какой-то немыслимые ее она очень давно была написана когда-то прям очень очень давно но ее много раз переписывали этот дифф который вы увидите в линуксе или там где-то в какой-то такой среде скорее всего это гнудив который входит в пакет диффьютилс вот ну в общем идея стоит в следующем что когда еще не было никакого гита разработка шла примерно так вы делали два каталога старый новый допустим вот у нас есть старый каталог репа нью да и только репа нью нью у нас уже есть хорошо нью 7 надо будет навести порядок все таки в этом месте вот значит по началу у нас репа нью и репа нью 7 совершенно одинаковые дальше вы берете начинаете какую-то разработку в в этом самом новом каталоге репа нью 7 вот ну допустим сделать то же самое что и мы все что мы делаем то же самое что и мы раньше делали да ну не знаю что такое да вот значит напоминаю что никакого гита предположительно у нас в этом репа нью нету это про это временно забываем вот и теперь ваши изменения никакого гита нету а ваши изменения вы хотите послать автору то есть человеку который собственно чей репозиторий вы модифицируете вот так вот для этого достаточно сделать что-нибудь вот такое да и у вас тут будет написано в специальном языке div как превратить файл call 2.txt из старого репозитория в файл call 2.txt из нового репозитория надо изменить первую строчку в нем 23 на 20 22 на 23 было 23 они 23 на 22 был 23 стал 22 и надо добавить в нем после 34 строчки c это change а а это от надо добавить еще одну строку вот как видите это такое очень лаконичное описание сейчас я попробую еще более лаконичное описание вот вот это описание это вообще скрипт для потокового текстового редактора ед то есть если мы возьмем вот этот вот файл вот файл с вот таким содержимым и применим его отдадим ему на вход редактору ед редактор ед просто возьмет и сделает из этого файла вот этот это фактически скрипт для этого самого ед вот а значит и соответственно ну можно даже попробовать это сделать если очень хочется сейчас там что из чего мы должны получать старый из нового ну даже я не знаю стоит тратить время не стоит в общем есть такой курьез да редактор ед 20 значит да так вот значит наверное не стоит но мы с вами будем конечно пользоваться не этим а каким-нибудь другим способом дифа вот например достаточно многоречивый но вполне себе достаточно многоречивый но вполне себе вполне себе понятный контекстный диф тамат в котором размечены все изменения вот видите эта строчка которая поменялась в одном файле эта строчка которая поменялась в другом файле эта строчка которая добавилась во втором файле вот традиционным форматом для обмена патчами с давних пор является так называемый unified div который чуть более компактен чем контекстный вот видите в нем с помощью специальных символов плюс минус указано значит что удалить что добавить или что добавить вот и вот этот контекстный div нам должен напомнить узнаете вот то есть фактически get div выдает то же самое что контекстный div даже чуть больше но это уже не так важно вернее это вашим сейчас туда посмотрим вот то есть фактически мы могли сделать так мы могли это дело записать в какой нибудь патч после чего отослать этот патч автору исправленного нами текста вот автор исправленного нами текста сделал бы вот так вот так вот один вот и вот эти вот изменения записаны файли файли патч патч 1 да давайте будем даже вот так вот вот они эти изменения утилита патч который мы только что вызвали применит к вот этому файлу что получить вот этот файл обратите внимание также на то что он выбросил название каталога когда я сказал просто патч при попытке это сделать второй раз он скажет смотрите у вас там какие-то у вас какой-то вот вы в то что вы патчете не содержит нужного контекста такое ощущение что вы его уже запатчили хотите обратно распачить нет не хочу вот то есть утилита патч довольно умная и она умеет например распознавать контекст и в этом плане значит предлагать ну предупреждать вас что вы хотите запачить то что почти не нужно а самое интересное что она умеет не только распознавать контекст но и например распознавать его с некоторым с некоторым с некоторым фазингом call 12 да вот давайте мы сейчас посмотрим какие там были какие там были изменения давайте мы этот контекст чуть-чуть изменить вот тут 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 было написано март а мы напишем мар вот формально говоря патч нельзя наложить потому что вот здесь написано что контекст нашего изменения содержит три строки и в этих строках строках написано март март да а мы написали здесь вот март давайте посмотрим приложится ли этот патч а только надо сначала было приседить его до да извините извините да еще раз значит вот итак мы пытаемся наложить на вот этот файл в котором есть слово мар а нет слова март вот этот патч давайте посмотрим получится это или нет смотрите патч наложился он нас предупредил что первый ханг наложился с некоторым фаз 2 с расстоянием 2 то есть он не четкий ну как вот откуда берутся эти чиселки а при вычислении фаза я не знаю надо почитать документацию по по утилите патч но как видите утилита патч обладает свойством применить изменения которые лежат вот в этом файле даже к новому файлу в котором контексты слегка не совпадают вот видите то есть из вот такого файла патча где он там был да не такого плохо видно сейчас вот из вот такого патча мы получили вот такой вот то есть мы применили вот этот патч к новому контексту и он нормально применится однако давайте попробуем добиться того что он не применится если мы изменим непосредственно контекст допустим напишем здесь вот так я подозреваю что пач не пройдет причем обратите внимание что произошло один патч применился один ханг применился один ханг не применился и зафейлился ну тот который в конце ну давайте сейчас еще раз чтобы было понятно да значит в этом патче у нас два исправления два ханга да вот и вот этот ханг применится когда мы запытаемся запатчить этот файл а вот этот ханг не применится потому что мы только что изменили изменили здесь непосредственно место да там нужно было заменить 23 до 22 а у нас там не 2023 от еще 1023 естественно не применится вот и при попытке его запатчить мы увидим вот такую картину вот он нам патч ключико минус минус верболз рассказал что он будет делать файлам кол 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 12 . тексты и два файла сейчас давайте так сделаем вот и два файла это исходный а это только не примененные изменения вот давайте посмотрим на них на всех да значит вот это файл получившийся недопатчены вот это файл исходный обратите внимание у него в конце наше изменение применилось вот а это кусок патча который не применился а reject файл предлагается в этом месте человеку у которого патч не приложился посмотреть что именно не приложилось и вручную поправить так как это должно было происходить вот то есть как видите безо всякого гита мы гит использовали только для то чтобы сделать ресет да безо всякого гита вполне возможно взаимодействия между двумя и больше и более количеством разработчиков которые будут использовать только патчи димф утилиты да и вот значит тут еще написано про гвим див давайте посмотрим я честно не очень помню какой в нем смысл не так умеет ли он генерить патчи и кажется умеет а может быть и нет посмотри сейчас вим див что там у нас репа нью кал 12 и что там репа нью 7 да ну вот значит мы помним давайте только не так это сделаем а минус о вот мы помним что прошлого раза когда мы занимались сложным сложным мержем с конфликтами что вим умеет во всякие странные режимы сравнения файлов вот нам демонстрируется режим сравнения файлов обратите внимание выделены изменения а вот здесь вот плюсиками закрыты строчки которые настолько одинаковые что по контекст показывать бессмысленно обратить также внимание на то что контекст тут из шести строк они с не из трех но это в общем неважно потому что мы с вами будем пользоваться для этой цели гитом и это собственно второй кусочек того разговор который я собирался про гид рассказать значит такое же точно оффлайновое взаимодействие сокращение спрашивает почему патч проигнорировал русские символы мне кажется что он их не игнорировал он отлично работает вон там мы же сказали марты он отлично работает с этим на по моему все нормально спрашивают я не вижу проблем вот так вот значит точно так же как в древности программисты взаимодействуют до сих пор взаимодействует не только в древности с помощью дифа и патча вот точно так же мы с вами можем взаимодействовать с помощью get a который будет формировать эти патчи отсылать патчи хоть по почте хоть по телеграмм хоть почему-то и применять их с помощью get a вот давайте попробуем это сделать вот значит давайте мы тогда сделаем следующее вот не всем удалим а теперь мы делаем клон get клон репанью в репанью всем вот поскольку мы работаем уже с гитом вот вот этот репанью у нас будет как бы удаленным репозиторием а репанью 7 как бы нашим локальным вот видите он на самом деле наш удаленный репозиторий очень не сильно удаленный но даже не важно вот как с точки зрения если у вас нет никаких других способов да если вы хотим вот единство что можете сделать это попытаться там послать вот автору этого репозитория письмо о том что вы проделали какие-то изменения что вы делаете вы берете какое-то изменение да и делать и get div мы видим формат чрезвычайно похожий на тот unified div который мы только что смотрели div минус у за исключением того что еще у гита он описывает какой значит какой объект в какой превращается вот это хэшик объекта исходного а это хэшик объекта который получился в результате да это нужно для того чтобы в в комите описать что из чего вы делаете ну вот но это гиддив это такой для просмотра для просмотра команда а правильно команды гид формат патч гид формат патч только надо за комитить сначала гид комит вот теперь мы можем гид формат патч и у него в качестве параметра вы указываете комит из сколько патчей то есть сколько комитов превратить в патчи ну давайте превратим их два вот один из них нам будет не нужен второй нужен вот смотрите вот у нас гид лог ну скажем минус п да вот это наш патч сам ченнерс а вот это патч под названием и назов да вот вот они эти патчи давайте посмотрим в них да такие же они точно обратите внимание как красиво вимами их раскрашивать за исключением того что тут чуть больше мета информации вот здесь вот собственно сам патч лежит а тут еще всякое например из какого объекта мы это сделали кто сделал тогда поскольку у нас был формат патч на два патча какому почти то это принадлежит до патч один из двух ну и дальше собственно небольшое описание что именно статистика что именно поменялось а дальше собственно сам патч может быть кому-то и здесь присутствующих текст на экране что-то напоминает никому это валидный контент е-мейл сообщение то есть вот этот файл можно отсылать по е-мейлу просто буквально через пайплайн сказать кайт акад сэнд мэйл и адрес потому что у него есть поле from у него есть поле дэйт в поле сабжик осталось только поле ту добавить и вперед то есть в принципе когда-то давно я бы я подозреваю что в некоторых сообществах до сих пор пользуются такой штукой как генсин мэйл вот и в каком-нибудь 2020 году я даже ее использовал потому что у меня был хостинг я был аккаунт на хостинге на source хате где ровно этим можно было посылать патчи мы сейчас не будем этим заниматься потому что большинство из нас не умеет пользоваться почта из командной строки и для того чтобы объяснить как это работает пришлось бы самого начала объяснять как пользоваться почта из командной строки до смысл в этом нет но имейте ввиду что вот это вот вот этот вот вот эта вот штука которую вы формируете с помощью гид формат патч это помимо всего прочего еще и валидные email сообщение можно просто затолкать в любой почтовый расценщик и она разошли ну прибавив поле адресата и она его разошли вот но мы с вами можем просто приоттачить эти штуки к приоттачить эти штуки к письму вот и послать там почты короче чем угодно к чему можно приоттачивать файл и послать вашему адресату что что сделать адресат адресат получит эти ваши два патча посмотрит в них поймет что вот этот патч у него уже приложен вот он давайте здесь посмотрим а 0 f9 ну-ка то есть вот здесь написано из какого объекта делается патч и это тот же сам а вот этот патч не приложим вот ну и давайте приложим кажется для этого нужно команду гитая обратите внимание на то что фактически в патче лежит прямо целиком коммит и у нас и коммит месяч там есть и автору коммита есть короче это это взаимодействие через патчи она достаточно аккуратно сохраняет сохраняет и время наложения патча и ну короче все есть еще гитоплайн это более низкоуровневая штука которая занимается примерно тем же самым в общем можете почитать вот наконец есть еще один интересный механизм который называется гит черепик это такой мега ребейс который работает даже в случае даже в случае если у вас нету общих коммитов кажется вот давайте чем за черепикаем вот допустим у вас есть две ветки это отдельная тема кстати да это уже не про патчи просто пришлось пришлось под руку про черепик вот давайте мы сейчас сделаем гит гит статус а не так сделаем давайте мы повторим наше упражнение сейчас секунду ага хорошо тогда сделаем не так тогда сделаем в репа нью да попробуем сделать тут ветку а давайте посмотрим что то вообще творится о тут вот есть ветка нью а отлично ветка мастер прекрасно прекрасно вот значит обратите внимание на то что что моя ветка мастер на которой мы сейчас сидим где она тут вот она она от нашей ветки нью нью отстоит на раз два три четыре пять коммитов да вот соответственно соответственно мы можем захотеть не применять всю историю то есть не мерзжить или не ребезить нью на мастер не применять всю историю а выбрать только вот этот коммит как вы понимаете одно дело слить историю то есть шла-шла-шла разработка а потом она объединилась и совсем совсем другое дело Шла-шла-шла разработка А потом вот в этой разработке, которая слева Применилось только одно изменение История разработки, которая справа И это не про слияние историй Это про, грубо говоря Перепатчивание Мы там запатчили, здесь тоже запатчим Поэтому в результате такой операции Как в результате Rebase Не произойдет никакого объединения графов А просто отрастет еще один комит Причем произвольный Вот мы можем сейчас сказать Сейчас давайте посмотрим В каком мы бранче Секунду Вот Значит, мы на бранче мастер Гид черепик Из чего из нашего бранча не нью Не, что-то не то Почему это так называется? Потому что у вас Вот соседняя разработка Там такие вишенки в виде комитов падают А вы такие берете Вот эту вишенку беру Вот эту тоже беру А эту не беру Что-то я не то сделал У меня черепик не работает А, он не работает Потому что Я по дуре взял комит, который Короче, неправильно я сделал Надо было посмотреть, в чем разница Хорошо Сейчас, швидит статус Мы где сейчас находимся? Черепикинг Черепик, чем я собака Сейчас Так Сейчас давайте попробуем Тогда подобрать конкретный патч Что-ли Тут я могу Вот 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 Да Да что тебе не нравится? Сейчас, секундочку Я что-то туплю Во-первых А, понятно Понятно, понятно, понятно Так Во-первых Сделаем вот так вот Вот Во-вторых Мы пытались применить патч на файл, который не существует Мы, конечно, молодцы Это очень круто Хорошо А, сейчас Сейчас, 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 сейчас Я все сделаю Так Git log Минус-минус Стат Вот А, нет Плохо Короче Короче, нет Давайте тогда не так сделаем Попробуем 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 Сейчас Посмотреть Как у нас отличается ПС ПС у нас отличается вот так Да О Отлично О Значит Что сейчас произошло? Я Извините, что я молчал Потому что я боялся ошибиться Короче говоря Я на ветке New New Сделал изменения На ветке New New Сделал изменения New 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 как удалить ладно не понравилось мне что пейджер пустой вот я на ветке new new сделал изменение которое вот это который что-то там меняет в файле ps text и это самое изменение я хотел зачерепикать оттуда в нашу ветку последнего изменения нашу ветку который называется мастер вот и она вполне себе зачерепикалась то есть соответственно то изменение которое сделано на мастере абсолютно идентично тому изменению которое сделано на ветке new new но это разумеется совершенно другой комит вот давайте на это посмотрим да вот он вот это один комит это другой мы сейчас взяли и зачерепикали на ветку мастер зачерепикали комит из этого самого из ветки new new вот вот этот последний то есть мы можем подобрать относиться этому как патчан просто подобрать някс комитов из окружающего пространства и их применить такие дела так значит я потупил но перестал таким образом с точки зрения гид патч или почти это на самом деле сериализованные комиты к нам приезжает просто пачка каких-то текстов файлов называемых патчами а в действительности с точки зрения гита они содержат себе комит вот я слишком много тупил поэтому я очень быстро расскажу про одну штуку которая имеет отношение к осуждаемой теме вот это библиотека питона который называется дефлип который умеет строить вот такие диффы как мы с вами говорили унифает контекст обычный а еще она умеет html дифф делать 2 к этой библиотеке дефлип прилагается скрипт под названием дифф в дистрибутивах линейки alt он лежит вот здесь вот и он аналогичен утилите дифф если вы пользуетесь какой-нибудь странной операционной системой в которой диффы нормального нету то можно воспользоваться вот этим смотрите так вот работает ну-ка а ща да ладно что тут не так обрепа не нет сейчас они одинаковые но хорошо господи прости я всего лишь хотел показать что они одинаково работают ну вот это дифф минус у а это пайтон дифф минус у вот что называется найдите хотя бы одно отличие отличие кстати нашел и вот здесь вот более стандартный формат даты а здесь дата отдельно время отдельно вот в остальном в общем они работают совершенно идентичны вот отдельная тема это это объект html дифф который умеет строить красивых это мельные диффы вот например вот такие вот это пример использования в коде как его построить вот а сами диффы примерно вот такие помните такое да из прошлого семестра 20 вот этот типичный html результат работа html дифф мне кажется очень красивый показать ну вот значит это что касаемо что касаемо темы связанные с гитами патчами вот этим всем и так мы можем обмениваться патчами лучше делать эти почти с помощью гит формат патч вот а примете с помощью gtm и при этом люди могут сидеть каждый на своем репозитории и вообще не иметь никакого никакого никакой интенсии к публикации этих патч репозиторий да у каждого свой репозиторий значит главное вовремя обмениваться всем всеми своими достижениями с помощью гит формат патч гитаем вот понятное дело что так почти никто не делает вот и о том как как организовать дисциплину совместной разработки мы будем говорить ровно в следующий раз на этот раз уже точно вот а пока что вернемся к теме которые я отдал последние два дня я последние два дня занимался вот такой простой такой штукой как написание сетевых клиентов и сервисов значит на питончике вот просто ради фана ради того что прочесть сегодня кусочек сегодняшней лекции значит так давайте мы сначала напишем какой-нибудь тупейший тупейший значит тупейший клиент на питоне который может подсоединяться к некоторому сервису ну допустим допустим у нас есть вот сейчас мы сделаем два таких этих самых вот здесь мы запустим запустим нет кат вот так столько чтобы было видно вот здесь мы запустим нет нет кат минус и раз два три четыре пять давай а здесь мы скажем это все еще пока не на питоне это такая чистая а здесь допустим нет кат localhost нет я сказал кат localhost раз два три четыре пять вот значит сейчас мы что сделали мы использовались сетевую тилиту нет кат которую мы часто используем и будем использовать на наших лекциях по linux сетям да вот здесь мы запустили сервер который слушать на порту раз два три 4 5 а вот здесь мы запустили клиент который подсоединяется порту раз два три четыре пять и вот что при этом происходит вот значит давайте попробуем написать похожий клиент на питончике правда он будет очень тупенький он не сможет этот клет на питончике не сможет асинхронно принимать ответы от нашего сервера в тот момент когда они возникают а будет очень строго будет очень строго будет очень строго сначала посылать запрос а потом посылать ответ а нам нужен систо вообще до импорт сокет сокет откроем сокет напоминаю что сокет это такая дырка вы знаете это самое мультфильм yellow submarine там есть такой эпизод когда ринга они попадают в поле дырок the sea of holes море дырок sea of holes и ринга одну дырку кладет себе в карман и говорит i have a hole in my pocket вот а потом они в эту дырку проваливаются по оказывается в другом месте вот сокет это такая дырка которую можно одну часть этой дырки налепить на один компьютер а другую на другой компьютер и дальше значит все что что вы кладете в левую часть дырки вываливается из правой а все что вы кладете вправо вываливается из левой вот примерно так выглядит сокет в общем виде вот ну вот мы сейчас его откроем этот сокет да значит вис сокет сокет открываем сокет дальше мы его какой это сокет и нет то есть айпи в 4 и это сок стрим то бишь тисепишный тисепишный сокет открываем дальше мы это мы на клиенте дальше мы его должны подсоединить к указанному сокету дырка на той стороне указанному сокету с другой стороны это будет у нас боже зачем я так делаю а как же именно с этим и будет дайте я вот так вот сделаю значит вот попроще что тебе не нравится да вторая скобочка вот значит мы передадим в нашему скрипту два параметра это адрес машины с которой мы коннектимся и порт собственно где у нас где у нас ждет наш нет кат давать да это будет локал хост 1 2 3 4 5 и дальше мы будем по циклу получать оттуда сообщения сис чё там ст дн а нет по циклу считывать ст дн . или и длайн ст дн да и ст дн спасибо вот по циклу считывать сообщение с я сказал с а ты чё сказал из стандартного ввода засовывать его в этот самый сокет вот только его надо кажется кажется да его надо превратить в кодировку какую-нибудь нельзя нельзя этот самый слать наш юникод вот ну скажем так операция сандул над сокетом работает с байтами значит нам нужно наш юникодную строчку превратить в какую-нибудь кодировку ну скажем вот а после этого получать ответ ну сколько тут тут написано 1024 вот мне кажется мне кажется что мы написали очень очень тупой вариант нет кота который на повторяю от нет кота отличается тем что он строго сначала посылает сообщение а потом ждет ответа вот и никак по-другому обе операции блокирующий сандул пока он не отработает он не перейдет нас на девятую строчку а ресив пока не отработает не перейдет на восьмую давайте поэтому если мы сейчас запустим можно даже вот давайте попробуем пойду так localhost 1 2 3 4 5 так чё тебе не нравится а он парочку что ли должен выдать да ему конекту конекту надо надо парочку вот эти вот так вот пара хостпорт да 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 я не соврал нет о ну-ка сначала послать 2 2 2 5 но это конечно прикольно днд дн д точно хорошо дубль пять а Так, а теперь, значит, нужно принять О Вот Сендер и сив, чё? Не, не, просто По какому другому? По какому другому? Ничего не понимаю У нас есть две операции Сендер и сив Одна операция посылает строку, другая получает Вот Наш клиент написан таким образом Он сначала посылает, потом получает По-другому он не умеет Поэтому я то в одном окошке что-то напишу То в другом окошке что-то напишу Вот Потому что если я буду здесь продолжать писать Наш клиент, всё Он теперь находится в состоянии сочетать с экрана Вот он послал Да Ну вот Потому что там оно в буфере застряло Вот Ну короче, не очень удобный клиент Но зато он из трёх строк Да? Вот Значит Ой Сокет это достаточно низкоуровневый Низкоуровневый инструмент Вот Поэтому мы с вами не будем им пользоваться Да И кстати сказать Обратите внимание вот ещё на что У нас нету повторного подключения То есть вот Если я сейчас запущу ещё один Вот такой вот такой ниткат Нас отошлют Никто не умеет так работать Вот С этим работает А с этим нет Он ждёт Он висит на тайм-ауте Его соединения никто не принимает Я думаю, что если вы Что-то по сетевым технологиям когда-то делали Вы помните, что Для того, чтобы написать полноценный сервер Который принимает много соединений Там надо целый труд Целый труд проделать У вас сервер должен висеть на порту Его лиснить Потом форкать очередную ветку Когда к нему происходит коннект Форкается Делается акцепт И этот отдельный форк Этот акцепт обрабатывает А сервер продолжает висеть Лиснить И вот это вот всё Да? В общем Целый труд От этого труда Мы будем избавлены начисто Если воспользуемся модулем Масин КО И его конкретно Абстракцией Которая называется Которая называется Стрим Вот С помощью Стрим Это сетевой поток С помощью стрима Можно Крайне просто Вот Весь пример Написать Много Он однопоточный Но много Короче Написать сервер Который обрабатывает Сразу множество соединений Вот Давайте мы это сделаем Значит Так Ну во-первых Импорт АСИНКО Вспоминаем Пока я тут пишу Что такое АСИНКО Да и вообще Питоне АСИНК Мы вспоминаем Питоне АСИНК Это такой Йилдфром Да? Помним Что такое Крутина Что есть Есть Значит у нас Эти самые Генераторы Генераторы То бишь Повторно Входимые функции В которые можно Из них можно Йилдить Возвращаемые значения А еще можно Внутри Повторно Форнивые функции Сказать Йилдфром И это будет означать Что мы Йилдим Возвращаемые значения Из другой функции В общем Стоит повторить В уме Все что мы говорили Про АСИНК В прошлом Семестре А мы сейчас Соответственно Делаем АСИНК Дев Ну допустим Эхо сервер Вот За нас АСИНКОС Делает практически Все Он нам сейчас Выдаст Два Две корутины Одна из них Будет называться Ридер А другая Райтер Точнее Это не корутины Целые объекты Вот И ридер Это то Что То откуда мы Считываем данные А в райтер То куда мы Их записываем То есть Сетевое соединение Установлено Нужное количество Соединений Даже установлен Вот Ну вот И что мы делаем Мы считываем Из ридера До тех пор Пока в нем Не закроется Сейчас Как это называется Эт Йилдф Пока в нем Не закроется поток Поток закрылся Нам пришло 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 Пришла сообщение Что поток закрылся У нас Эт Йилдф Вот Считываем оттуда Асинхронно Естественно Строчку Кажется она так Или ридлайн Все таки Это не паскаль Вот Да И записываем Эту строчку В выходной поток Вообще говоря Все Вот Ну вообще После По-хорошему Надо после Врайта Сделать Дрейн Давайте мы Сделаем Дрейн Чтобы он Засинкал Вот Давайте Это сделаем Вот Вот так Сделаем Еще Вот здесь После каждого Врайта Рекомендуется Сделать Врайтер Врайтер Клоуз И Подождать Подождать Пока он Закроется Вот и вся Крутина Но Будет Еще Вот и вся Крутина Сейчас мы Приделаем Еще к ней Мейн Стандартный Который Просто Запустит Сервер По-моему Асинкал Надо говорить Нет Старт сервер Это же Это же Это же Этот самый Это же Это же Бубльгум Это же Это же Потоки Вот Запускаем Значит Старт сервер Асинкал Да Да Вот Что тебе не нравится Какой Тапс Так Сервер Не испуну Это Да Значит Асинк С Сервер Какой-нибудь Ран Или Что-нибудь Такое А Нет Просто Сервер Сервер И Все Все Асинк Ко Точка Ран Main Потому что У нас Ой У нас Она называлась Не эхо А называлась Она ЕСРВ Значит Напоминаю Еще раз Да Что Асинкло В питоне Это не Параллелизм Это не Многопоточность Это все В один поток Происходит Просто В каждом месте Мы Когда мы Делаем Авейд Мы На самом Деле Авейд Это Yield From И мы На самом Деле Вываливаемся В управляющий Цикл Вот Который ЕСРВ чтобы, по крайней мере, было видно, что тот, кто нам отвечает, он что-то делает с этим. Вот, смотрите, вот, вот, собственно, весь сервер. Правда, у этого сервера все еще вот эта вот дурацкая последовательность запрос, ответ, да, request, как это, reply, request, reply, request, reply. Ничего синхронного в плане обмена сообщениями мы пока не сделали. Кстати сказать, вящая простота вот этого request, reply привела к тому, что очень много современных, даже вполне современных сетевых протоколов так и устроены. На обязательный запрос должен прийти обязательный ответ. Всегда должна соблюдаться четность, да. Никаких асинхронных штук в этих протоколах нету, да, вот, как в HTTP, например. Вот. Но мы с вами можем писать вполне себе асинхронный сервер, мы же берем асинко, у нас еще есть целых 10 минут. Вот. Он, правда, будет побольше, потому что есть несколько проблем. Проблема первая состоит в том, что мы не можем посмотреть... Да, значит, обратите внимание вот на что я хотел еще бы вас обратить внимание на то, что это сервер может обслуживать сколько угодно соединений. Да. При этом, еще раз повторю, он не многопоточный, не многотрэдовый, все это делается на чистом осинке. Трэд один. Вот. Давайте мы... У нас мало времени, так что давайте мы скопипастим пример из лекции и попытаемся его аккуратно разобрать. Значит, пока я его копипащу, какие у нас есть проблемы. Мы хотим написать программу, так называемый общий чат, чтобы все клиенты, ну, условные ниткаты, которые коннектились к этому чату, писали туда сообщение, и эта сообщение приходило бы всем остальным. Ну, такой вот, значит... Вот. Значит, такой вот, такой вот программка. Значит, проблема первая состоит в том, что нам нужно асинхронно вот каждый вот такой клиент, он может либо посылать сообщение, либо получить сообщение. И вообще, говорю, он не знает, что в данный момент сейчас произойдет. Нам придет от другого клиента сообщение или наш пользователь захочет ее послать. И это значит, что нам нужно операции Send и Receive запускать, ну, одновременно. Напоминаю, что нет никакой одновременности в АСИНКО. Просто поставить обе каррутины и подождать первую из них. Какая первая закончится, такой и обработаем. Вот. Если это Send, значит, надо посылать сообщение ко всем пользователям, кроме себя. Если это Receive, значит, надо ее писать в Avriter, чтобы ее клиент увидел. Выйтить обычную каррутину уже сейчас считается зазорным, а в 3.11 питоне будет запрещено. Выйтить можно только Task. Task – это более удобный способ асинхронной записи каррутин. Вернее так, более удобный способ регистрации этих самых каррутин в планировщике АСИНКО. Task хорош тем, что после конца его работы приезжает результат. То есть, вот вы запустили каррутину, она там что-то поделала, потом она вернулась, и вам приезжает, и вам приезжает результат, вам приезжает, что, собственно, она вернула. Task этот самый. Вот. Так что мы что будем делать? Мы будем каждый раз регистрировать два Task. почитать из входного потока, из ридера, и посмотреть, не написали ли нам сообщеньку другие клиенты. Для того, чтобы принимать сообщеньки от других клиентов, мы просто заведем для каждого клиента очередь. Обычную очередь асинхронную, в которой можно делать пут и гет. Соответственно, чтение из очереди будет у нас одним Task, а чтение из этого самого сетевого соединения другим. Так что, какой из них первый закончится, тот и обработаем. Дальше мы их запускаем. Обе. Дальше нам await ждет, пока закончится хотя бы одно из этих заданий. Все закончившиеся задания он возвращает в дан, а все незакончившиеся, продолжающиеся задания в пендинг. Так может случиться, что пока мы тупили, оба задания закончились одновременно, поэтому нам нужен цикл по этому дан. И мы смотрим, если у нас закончилось задание Send, то мы заряжаем новое, ждем следующего ввода сообщеньки от пользователя, который хочет послать их всем. А сами тем временем рассылаем всем пользователям сообщеньки, для какой цели мы просто кладем соответствующую сообщеньку в очередь каждого клиента. Напоминаю, что у каждого клиента, от каждого клиента мы заводим очередь сообщений, которые присылаются ему другим клиентам. Вот это вот то, что возвращается, у него есть таск, который нам вернулся, у него есть поле Result, и это то самое, что мы прочли, результат работы нашей коррутины. Собственно, все. То же самое в случае Receive. Если мы, Receive это попытка считать из нашей очереди сообщение к сообщению, если в нашей очереди сообщение появилось сообщение, await нам приезжает, что вот этот Receive закончился удачно, мы в него смотрим, мы делаем новый Receive, ставим его обратно в очередь, в планировщик, а сообщеньку, которую нам прислал этот Receive, мы просто высылаем обратно по сети пользователю. Все. Собственно, все. Единственное, что нам нужно сделать, это я на практике проверил, это убить висящие Send и висящий Receive, если они все еще awaitятся, а там уже не предполагается никаких других сообщений, а их не предполагается, если пользователь закрыл ввод. Вот. Удалить соответствующего клиента, разрегистрировать его и закрыть наш Writer. Все остальное то же самое. Вот такая вот штука, давайте посмотрим, как она работает. Вот. Обратите внимание, что я тут время от времени вызываю in-code и decode, чтобы превращать тот текст, который мы вводим в unicode, в смысле в этот самый питомовский unicode и обратно. Вот. Но, в принципе, это работает так. Смотрите. Ой. Вот у нас один клиент. Вот видите, он пишет, приценивался клиент с каста 127.01, с порта 47.004. Вот. Вот у нас второй клиент. И вот они сейчас будут обмениваться. Еще можно третий. Давайте запустим третий клиент. Нет. Во. Вот у нас их три теперь. Так. Вот три. Да? Вот видите, этот пишет, а все остальные получают. Потом вот этот пишет, а все остальные получают. Вот такой общий чатик. При этом, если я останавливаю один клиент, вот я, например, Ctrl-C даже нажал, не Ctrl-D, он говорит, видите, этот клиент закончился. Давайте еще раз подсоедимся. Ну вот. Такая вот простая штука, которая, как видите, выполняет достаточно уже развесистую задачу. Вот. Все это содержит 36 строк, то есть 30 значащих строк. Вот. И на этом у вас будет домашнее задание. Значит, в этом всем придется разобраться. Еще раз повторите про АСНКО. Посмотрите, как это работает, посмотрите сюда и посмотрите сюда. Значит, что стоит сказать про вот этот код? Я не боялся, несмотря на то, что у нас синхронное выполнение, несмотря на то, что мы, как только что видели, мы можем присоединиться сразу несколькими клиентами, я совершенно не боялся никакого, никаких состояниях гонок, потому что, напоминаю, у нас операция многотредовая. Однотредовая. Мы никогда, даже вот у нас много-много клиентов, у нас запущено много коррутин, вот этих самых много коррутин чат, но все они не выполняются никогда одновременно. Поэтому состояние функциональных гонок, когда у вас, допустим, два треда лезут в один и тот же массив, в один и тот же словарик клиент, не произойдет совсем. Гонки могут быть только алгоритмические. Гонки могут быть только алгоритмические. ну здесь, кстати, их нет. Вот если бы, предположим, как это будет в домашнем задании, нужно будет сначала зарегистрироваться под каким-то именем, и сервер бы проверил, имя занято, нет, не занято, тогда зарегистрируем пользователя под этим именем. Вот в этом случае могла бы получиться алгоритмическая гонка. Вы проверили, что имя не занято, послали запрос на регистрацию, но в это время кто-то сделал то же самое. Вот. Вот в этом случае действительно возможны какие-то конфликты по ресурсам. Но в большинстве случаев, если по алгоритму конфликт по ресурсам не просматривается, то можно совершенно смело писать асинхронные асинхронные коррутины, асинхронные задачки, которые работают с одним и тем же массивом данных. В данном случае это был массив клиентов. Нигде не заморачивался этим. И все. Да. Можно будет, получается, учитывать это на нашем задании? Нет, нет, нет. Значит, здесь нигде не написано, что надо учитывать гонки при вот-вот-вот-вот-вот при логине. В конце концов, не так. Здесь тоже не будет гонок. Потому что... А, может, будут. Может... Ну, значит, чтобы избежать состояния гонок. На самом деле, вы переходите в... переходите в... из... из... каррутины в каррутину не путем какого-то волшебного таск-свитчера или там вытесняющей многозадачности, а только, когда вызываете await. Больше никогда. Потому что await говорит, а теперь, пожалуйста, вот оттуда мне верни что-нибудь. В конце концов, когда вы делаете yield, этот yield приезжает в управляющий цикл, и тогда происходит переключение задач. Поэтому, если вы написали вот, ну, не знаю, там, несколько строчек, в которых нету ни одного await'а, они выполняются... пока они выполняются, не выполняется больше никто. Кстати сказать, если один из таких вот чатиков упадет в вечный цикл, то все зависнет. Потому что... ну, потому что все зависнет. Потому что вы из этого... из этой каррутины больше никогда не вернетесь. А никакого параллелизма, разумеется, вам не предоставляют. Вот. В общем, как видите, вполне развесистый сетевой сервер из 30 строк это реальность. Вот. Единственное, о чем хочу вас предупредить, это об одной неприятной вещи. Неприятная вещь стоит в следующем. Как вы думаете, что будет, если при выполнении этого сервера вот какого-то кода в каком-то из... в какой-то из каррутин чат, любой, произойдет исключение? Да. Значит, есть два варианта ответа. Первое. Все остановится, вообще все. Все соединения свалятся, потому что исключение произошло в единственном трейде единственного питона, который просто упадет. Утверждение номер два. Авторы конкретно пакета стримс, ну, точнее, вот этого самого старт сервера, все исключения по умолчанию игнорируют. Отлаживать это будет слегка неудобно. Вот. Но зато у вас ничего не будет падать. Соответственно, хотите, чтобы вы видели эти исключения, обмазывайте троих септом вот-вот-вот-вот все вот это. Но что делать? Вот. Заодно почитайте про отладку и разработку по Досин КО есть прям целый учебник. Ну, вернее, это не учебник, это маленький примерчик, но тем не менее. Тем не менее, вот есть целый методичка на эту тему. Вот. Домашнее задание, мы, кажется, уже закончили, да? Домашнее задание это почитать про Син КО, вообще вкурить заново, как оно делается, Син КО, и переделать наш вот этот чат в коровий. Взять калсей. Да, каждый человек, значит, во-первых, должна быть регистрация, что, то есть, каждый пользователь должен идентифицироваться не вот таким вот парой хостпорт, а именем коровы. Во-вторых, у вас должна быть командная строка, то есть, какие-то команды серверу можно передавать было бы, а не просто любая строчка является сообщенькой. Вот. В-третьих, должен поддерживаться адресное сообщение кому и сообщение всем. Вот. А в остальном все примерно то же самое. Вот. До кучи напишите, пожалуйста, еще и аналог нетката, который умеет в асинхронное. Это фактически вот это. Вот. Только не клиент, а сервер. Вот. Пример, как писать сервер, как писать клиент есть вот здесь. То есть, это будет, ну, реальный из 15 строк программы, которые аналог нетката. И вам не нужно писать весь неткат, вам нужно всего лишь написать клиент, с помощью которого можно подключиться к коровьему серверу. Вот. Который умеет вот в это, да, он умеет асинхронно либо оттуда, либо оттуда считывать данные. Вот и все. Вот. Вопросы. Димка, Димк спрашивает, если бы мы сами писали корротину, то input заблокировали на ввозе. Ну, так в том-то и дело, что input заблокировали на ввозе. Да, вот, вот где там, вот эта штука, блокирующая. Вот. Но это таск, который повис, заблокирован, и этим таском манипулирует фишка в том, что вместо корротина мы сделали таск. Этим таском манипулирует управляющий цикл, вот, и когда он закончится, нам об этом сообщат. Смысл асинхронности вообще ровно в этом. Что нам не нужно никаких параллелизмов, вообще ничего не нужно, да, как бы, вешаем таск, и когда он закончится, нам расскажут. Вот. Еще вопросы? Понятно, все опять выпали в осадок. Ну, короче, мне показалось это интересным, вот, я справился за два дня с подготовкой лекции на эту тему. Вот. Вам, вам дается готовый рецепт, мне кажется, это гораздо проще, но, но, конечно, надо иметь в виду, надо освежить в голове весь асинкло, какой он там есть. Вот. Если у кого очень плохо с асинкло, обращаю ваше внимание на лекцию прошлого года, где я строю асинг, ну, не я, я у кого-то это украл, где я строю асинхронные методы из ничего, из гилдов и гилдфромов. Вот. Такие дела. Все. Я, кажется, вывел все время возможное, даже чуть больше. Вот. В следующий раз у нас уже совместная разработка, а что будет по питончику, я опять не знаю. Субтитры подогнал «Симон»